Болезнь, которая не выбирает жертв. 24 марта все страны отмечают день борьбы с туберкулезом. Всемирная организация здравоохранения признала это заболевание глобальной проблемой и выбрала день в году, направленный на повышение осведомленности об этой глобальной эпидемии. Дата выбрана не случайно. 24 марта 1882 года ученый Роберт Кох открыл возбудитель этого недуга, впоследствии которой назвали Палочка Коха. В нашем регионе с туберкулезом борются с начала 20 века. Губернию даже называли краем ситцев и чахотки. Чахоткой болело очень много народу в Ивановской области. Мы были одни из первых по заболеваемости туберкулезом в России. За последние пять лет заболеваемость туберкулезом в Ивановской области снизилась на 14,6 процента, а смертность от туберкулеза в Ивановской области снизилась на 57,7 процента. Эти все цифры, показатели значительно ниже, чем по Российской Федерации. В регионе всех больных этим страшным недугом отправляют в противотуберкулезный диспансер. В год здесь фиксируют 400 впервые выявленных случаев. Считается, что туберкулез – социальное заболевание. Чем лучше живет страна, тем меньше в ней больных. С одной стороны, это так, но недуг быстро распространяется, поэтому если его не контролировать, он будет подобен эпидемии. Заболеть туберкулезом может любой человек, потому что это инфекционное заболевание. Заболевание передается воздушно-капельным путем. То есть человек, который заболел туберкулезом во время кашля, выделяет возбудителя микобактерии туберкулеза. С воздухом эти микобактерии могут попасть в организм совершенно здорового человека. Но чаще заболевают не все, а именно ослабленные люди. Можно составить примерный портрет больного туберкулезом, как правило, это мужчины работоспособного возраста, курящие, возможно, злоупотребляющие. В группе риска бомжи и наркоманы, те, кто не следит за своим здоровьем. Но туберкулез зачастую проникает и вполне в благополучные семьи. В диспансере открыто детское отделение на 20 коек. Большинство заболевших заразились в общественных местах или через родственников. Фтизиатры объясняют родителям. В стране разработана целая система профилактики. Вакцинация БЦЖ, она защищает не только от развития тяжелых форм и осложненных, как менингит, но и от смертности. Не прогрессирует так быстро туберкулезный процесс, если ребенок будет привит вовремя и правильно. Поэтому вот эту задачу, очень ответственную, выполняют, конечно, родильные дома. Дети прививаются с 3 по 5 день. В роддоме прививка, в школе реакция манту, а затем ежегодная обязательная флюорография. Она позволяет выявить не только признаки туберкулеза, но и другие патологии. Чем раньше обнаружишь болезни, тем проще их лечить. Туберкулез поддается медикаментозной терапии, но лекарства нужно принимать 6-8 месяцев без перерыва. Часть лечения проходит в стационаре, но только до момента прекращения выделения бактерий. Сотрудники противотуберкулезного диспансера шагают вместе с прогрессом. Теперь за приемом лекарств некоторых пациентов они следят даже через скайп. Мы должны увидеть каждый день, что лекарства поступили в организм человека. И для этого каждый пациент должен к нам прийти в процедурный кабинет и эти лекарства принять. Второе, вот те лица, которые прерывают лечение в силу алкогольной зависимости и других каких-либо причин. Если сегодня он за лекарством не пришел, то либо к вечеру, либо на следующий день мы едем на дом уже с готовыми лекарствами для того, чтобы все-таки пациент лекарства принял и мы были уверены, что в ближайшее время он перестанет быть распространителем инфекции. С теми же, кто от лечения отказывается, а таких по статистике 5 процентов, медики судятся. Понуждают их через третью власть принимать лекарства. Что такое лечение поневоле, знают сотрудники уголовно-исполнительной системы. Именно колонии долгое время считали местом распространения туберкулеза. Сейчас от этой дурной славы не осталось и следа. Период между поступлением пациентов в средственный изолятор и четырехмесячным интервалом фреграфического обследования, в таких случаях мы проводим соответствующее исследование, показал, что мы не выявляем вот это вот внутри СИЗО, внутрикамерной заболеваемости. То есть это тоже один из показателей того, что тюрьма не является в Ивановской области рассадником туберкулеза. Туберкулез в зоне считают управляемой инфекцией. В прошлом году выявили 16 случаев первичного заболевания. Смертности не зафиксировали. Гораздо чаще, чем было бы на воле, осужденные проходят все необходимые процедуры. Бывают пациенты, которые не проходили флюорографическое обследование органов грудной полости более пяти, а то и десяти лет. Вот у нас один такой гражданин содержится. При поступлении в следственный изолятор были выявлены инфильтративные изменения в обоих легких с распадом легочной ткани. Чем обычно это все, вот это прохладное отношение, собственно, к здоровью? Они изменений в самочувствии не отмечали и, в общем-то, им было некогда сходить и сделать флюорографию и пройти профилактический осмоз у врачей. Медики противотуберкулезного диспансера считают, что для профилактики заболевания дня в год мало и поэтому проводят месячник здоровья. В сам праздник 24 марта с 10 до 14.00 они организуют горячую линию по вопросам заболевания, а в субботу 25 марта запланирован день открытых дверей. Любой житель региона, вооружившись паспортом, сможет пройти флюорографию. Бесплатно, для своего здоровья и ради спокойствия окружающих. Субтитры создавал DimaTorzok